добрый день с вами империя пик через сегодня покажу вам как нарисовать клей карандашом а если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами карандашиком hb начинаем намечать рисунок и найдем сначала середину листа для этого ставим такие засечки отрезочки измеряем расстояние слева и справа находим серединку с помощью измерений проводим вертикальную линию делаем ее ровной измеряем относительно края листа также подправляем ластиком убираем лишнее и эта линия будет у нас основной она является оси симметрии поможет нам выстроить симметричный бутылек с клеем отметим засечками где у нас начнется где закончится клей снизу оставим расстояние чуть побольше чем сверху и силуэтом наметим примерные пропорции далее начинаем выстраивать симметричность предмете тут по сути нижняя часть будет в виде вытянутого прямоугольника также мы проводим две вертикали по бокам ровненьких сверху мы делаем такую небольшую дугу закругляя края и снизу делаем то же самое и лишнее убираем ластиком чтобы не путаться потом в процессе в этих во всех линиях ну и чтобы рисунок оставался аккуратненьким уголочки все лишние убираем теперь прорисовываем верхнюю часть там у нас будет располагаться крышечка вот здесь вот будет такая небольшая толщина крышечку мы тоже выстраиваем симметрично с левой с правой стороны должна быть одинаковой проводим горизонталь так укройенькую линию измеряем ее по верхнему краю листа и снизу прорисовываем эллипс простроим его половинку вторую часть которая нам не видно не будем простраивать а на верхнем можно показать дальняя часть эллипса будет уже короче чем передняя часть потому что он от нас удаляется тоже работает закон перспективы пластиком убираем линии построения и нужно будет дорисовать верхушечку она у нас будет виде такого колпачка аккуратненько так намечаем пол овальчика и снизу такую небольшую толщиночку покажем убираем лишнее у симметрии тоже уже можем убрать и можем приступать к работе тоном будем использовать тот же карандаш и кэшбэ аккуратным раздельным петряхом немножко наклоненным по диагонали до средне серого тонна начинаем петряховать весь клей а пока вы это делаете вам напомню что наша художественной школе открылась заучное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессией ссылочку на заучное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные семь дней ждем вас к нам на обучение стриховать мы можем также и по форме клея главное не выходить за края но если случайно вышли за краешек ластиком себя подправляйте теперь мы возьмем карандаш помягче буду использовать карандашик 2b и начинаем создавать объем для этого нам нужно затемнить в тени клей для этого я подштриховываю правую сторону потемнее к серединке делаю тональную растяжку с левой стороны тоже немножко притонирую край усилю тон немного отступает края от края с правой стороны с краешку нас там по правой стороне будет рефлекс это светлый такой участок который не должен быть светлее чем свет предмета и аккуратненько то штриховываю снизу стараюсь штриховать равномерно и чтобы не было там тональных таких пятен светлых или слишком темных делаем переход планный тональный ослабляя нажим на карандаш шаг штрихуя очень легко и полупрозрачно штрихи на нашу вертикально по форме предмета вот тут с края можно взять карандаш кашб и мы точно не перетемним и подштриховать переходы тут вот на границе тоже будет потемнее и верхнюю часть я также затемняю теперь немножечко она конечно будет светлее чем ниже у нас идет поэтому можно сверху там подчеркнуть плоскость и подправляю возле клея пространство делаю более чистеньким потому что в процессе может затираться рисунок вы можете подложить под руку листик от крышечки я добавляю падающую тень так по форме и саму я тоже начинаю затемнять с правой стороны прорисуем такие вертикальные коротенькие линии показывающие ее такую ребристость верхнюю часть тонирую потемнее перехожу колпачку то же самое делаю с ним оставляю с правой стороны маленький рефлексик слева свет освещение у нас по левой стороне соответственно идет и также добавляем небольшую ребристую часть такие длинные полосочки прям по форме уже округлой высветлю немножечко блик кончиком ластика и также добавлю немножечко вертикальных бликов на крышечку снизу немножко почищаю пространство вокруг кое-где еще там добавляю блики можно вот тут вот поверху добавить и так вот аккуратненько прорисовать ластиком свет усилить этот контраст светотени ну и вот такой клей карандашом у нас с вами получился присылайте ваши результаты к нам в инстаграм мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице ссылка на инстаграм находится в описании к этому видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч